Каждый год примерно 28% населения сталкивается с опасными ситуациями. Это эмоциональные срывы, конфликты, это столкновения с сильными людьми, ограничения от власти, болезни, аварии и тому подобное. Из них примерно одна четверть сталкивается с очень опасными ситуациями на грани жизни и смерти. Эти зоны я называю точками смерти. И примерно пятая часть из них по статистике умирает. Как выявить и как избежать эти зоны, как преодолеть эти зоны, зная меньшими потерями, отвечает астрология. Астрология говорит о том, что четыре планеты в напряженных аспектах, они разрушающе влияют на жизнь человека. Это планеты Плутон, Уран, Сатурн и Марс. Планета Плутон это планета глубинных сил, магии, жизни и смерти. Планета Уран это нервные перенапряжения. Сатурн это ограничения, дисциплина, строгость. И Марс это энергетические силы человека, физические силы. И как можно выявить опасные зоны? Опасные зоны выявляются по дате рождения, по году рождения. Иногда они выявляются только исходя из индивидуального анализа гороскопа человека. По дате рождения в опасную зону на данное время, на несколько месяцев попадают люди, которые были рождены с 25 декабря по 25 января, с 25 марта по 25 апреля, с 25 июня по 25 июля и с 25 сентября по 25 октября. Кто попал, не пугайтесь, не все, а только примерно 50% из рожденных в это время, они действительно столкнутся с очень опасными ситуациями. По годам, я провел анализ по годам, и подробно зоны риска описаны вот в этой моей книжке «Планеты и судьбы». Рекламная версия бесплатная выложена ВКонтакте на моей страничке «Владимир Гусляр». Кому будет интересно, 48 страниц, высылайте 100 рублей, электронная версия ваша. Как преодолеть эти точки, как перекинуть мост через опасную зону, как правильно вести себя подробно на эти вопросы, я отвечаю на своих семинарах, на консультациях. Хочу только сказать, что не надо бояться этих точек, это очень интересные и важные точки в жизни человека. Это точки экзамена, точки, когда можно на глубинном уровне освободиться от чего-то старого, того, что вам мешает дальше жить и развиваться. Желаю вам успехов и благодарю за внимание.